Здравствуйте, в эфире блогеры 2.0. Начнем с топовой темы, захватившей на минувшей неделе, пожалуй, большую часть модных пользователей смартфонов. Я говорю об игре Pokemon Go, которая поставила рекорд по числу скачиваний в интернет-магазине. О достигнутом апогее в азарте пользователей говорит и тот факт, что в американском госдепе пришлось прервать брифинг из-за журналиста, пытавшегося поймать покемона прямо в зале выступления. Казнетовцы уже ждут подобной ситуации и у нас, и даже создали группу в соцсетях под названием Pokemon Go Казахстан. Кстати, некоторые наиболее активные блогеры уже находят покемонов возле дома министерств. К тому же не остались в стороне и представители политического сектора. В официальном аккаунте посольства Казахстана в Америке в сети Инстаграм дипломаты выложили пост с предложением поиграть в Pokemon Go. Причем все желающие могут ловить зверушек прямо на территории посольства. Бонусом к игре предлагается краткая экскурсия по истории Казахстана и осмотр копии Золотого Человека. Считаю, отличный пиар-ход для популяризации нашей страны. Правда, пока не сообщается, откликнулся ли кто на призывы искать покемона на кусочки казахстанской земли в Америке. Тем не менее, игра, не успев выйти в релиз, завоевала миллионы поклонников по всему миру. Секрет игры простой. Она совместила в себе реальность с виртуальным миром. Человек ловит покемонов сквозь камеру собственного телефона. Программа накладывает изображение монстрика на окружающий ландшафт. Популярность получила не только сама игра, но и видеопроцессы охоты. Найти ролики можно в сети с одноименными метками. В сегменте соцсетей западных же стран пошли дальше. Запустили хэштег и акцию, где сирийские дети фотографируются с рисунком покемона в надежде, что найдут и спасут не только виртуальных существ, но и их. А вот другая новость стала не менее популярной и получила свой хэштег «Поплыли». Так в сеть приплыло видео из Восточного Казахстана. И, судя по всему, в буквальном смысле слова. На кадрах видно, что из-за обильных дождей шикарный Порш Каен вынужден был вплавь перебираться по местным дорогам. Порш поплыл. От души. По прогнозам метеорологов, весь Казахстан уже давно стал походить на Венецию. Отдельные города отмечали ранее и в верхах власти. И все же за ситуацию с непогодой пришлось оправдываться Акиму столицы, Осету Исикешеву. Его пост с извинениями за реки вместо асфальта подписанты Казнета репостили с охотой все проливные выходные. Уважаемые жители и гости столицы. От имени Акимата города хочу принести свои извинения за неудобства на дорогах Астаны, связанные с обильными осадками. Быстрое развитие города опередило темпы строительства системы ливневой канализации, что и стало основной проблемой при непогоде. Как сообщили нам коллеги из Казгитромет, за несколько дней проливных дождей в Астане выпала месячная норма осадков. Надо ли говорить о виртуальных овациях в честь заявления Акима, тем более если учесть, что посты появляются сразу в Фейсбук, чем и сорвал весь банк аплодисментов Осеты Исикешев. Наконец-то все видят обратную связь. И это очень здорово. Мы тоже относимся с пониманием, что город не выпроектировали и строили. Единственное, желаем, чтобы как можно быстрее все исправили и город стал удобным. Вы первый, кто цивилизованно и внятно объяснил текущую ситуацию. Никогда не поздно исправлять ошибки. Удачи вам в столь непростой работе. Первый раз вижу, чтобы Аким города извинялся. Очень информативно. Правильные шаги в правильном направлении. Надо сказать, что погода действительно этим летом не балует как Астану, так и многие другие города. Правда, казнетовцы не унывают и даже в дождливой погоде всегда найдут позитивную сторону. Дождливая погода сохранится еще какое-то время, не утешая своими прогнозами в Казгидромете. А потому опытные казахстанцы советуют водителям покрепче крепить номера, чтобы не потерять их по собственной вине в глубоких лужах на дорожных развязках. И на этом у нас на сегодня все. Если вам есть что предложить нам для обсуждения в программе, пишите мне в личных сообщениях. Либо оставляйте комментарии на сайте 24КЗ. До встречи в эфире и в Казнете. До встречи в Казахстане.